Мужские игры Потому что я могу Ковыряться пальцем ноги Большим у себя в носу Потому что я гибкий и стройный Не завидуй мне, пожалуйста У всех свои недостатки Ты не гибкий, а гудоперчивый Что тебя теперь пустят в Австралию Знаешь почему? Почему? Туда же пускают моряков А так как все питерцы немножко слезли с Авруру Да вы все чуть-чуть моряки Я туда не собираюсь пока Нет, подожди, у тебя спутник Вижи есть? Есть Вот тебя с Австралией с ним пустят теперь Потому что ты моряк Но они вели какие-то накануне Как приняли решение Они приняли решение, что признают Со спутником пускают Но уточнили, что пока виз туристических В Австралию не дают Пускают студентов, моряков и дипломатов Но так как студентам Тебя как-то поздновато уже Сейчас можно учиться всю жизнь Не то, что можно, а нужно Ну что значит сейчас? Владимир Владимирович Ленин вообще завещал учиться Я помню об этом Да, но вот студентам всю жизнь быть не получится Чтоб пустили Австралийским Слушай, я А это было бы неплохо Хотя если ты вдруг решишь Заняться изучением Миграции кенгуру То в общем Слушай, на самом деле Австралийцы Они хоть и жесточили За последние Десятилетия Правила Въезда и миграции Например Сейчас сложнее девушкам Симпатичным незамужним Туда въезжать А было время Когда они прям приглашали Даже билеты У них избыток что ли? У них Ну они немножко выровняли 50-50 пришли Потому что был недостаток Колоссальный девчонок И у меня знакомая Уехала с дочерью Я даже в правительстве Австралии Оплатила Билеты В один конец Это целая программа Что была большая Да, но ее давно свернули Но Программа по привлечению Полезных и нужных Австралии людей Например Тех, которые могут Ковыряться пальцем ноги в носу Она никуда не делась У меня эмигрируется Ломать эти пальцы Девять попыток есть Тоже знаешь ли Попробуй сломать Большой палец ноги Толстый А можно я не буду Пробовать сломать Палец ноги А чужой нос? Можно Я же не питерец Я же не создаю себе Героический преград Чтобы потом их Героически преодолеть Короче Обратите внимание Насколько Что же тебе так Мое питерское Прошлое и настоящее Наконец-то Это же На вас первородный грех Я уже говорил Вы породили Владимира Владимировича И должны за это Отвечать теперь Всегда Постоянно Каждую секунду Особенно учитывая Что как нам Только что Совершил иностранный Агент Левада Центр Одна пятая часть людей Считает Что в стране В этом году Случится переворот Да Что удивительно Абсолютно Я например Абсолютно убежден Что никакого переворота В стране не случится Я тебя полностью поддерживаю И Даша тоже Вот смотри Вот уже Мне нравится Как вы сейчас за меня Все решили Что значит И Даша тоже Может у меня другое мнение А ты что считаешь Что случится Ну скажи А вот сейчас из принципа После вот твоей реплики И Даша тоже Да Подожди Ну надо же Правду положа руку А что мы подразумеваем Под переворотом Просите Во-первых Во-первых Давайте уточним детали Типа придет Кадыров И скажет Я теперь Председатель Смена власти Елбасы уходят По состоянию здоровья Потому что устал Или как там У них елбасы У нас колбасы Круговорот Приходит Дальше Советский чемпион Еще Сравнительно Недавно Он туда эмигрировал Готовит там Серьезных спортсменов Получил гражданство Вот Поэтому Прямо гражданство Да Круто Да Ну через это Не сразу происходит Требуется определенное Там и немаленькое Количество времени Но тем не менее Вот Вот Я туристам в Австралию Не собираюсь Если туда валить То уже с концами Я думаю Нет Туристам это интересно Там на самом деле Есть прикольные вещи Которые там Например Через пустыню На мотике проехать Да Я знаю Я там был Я там был В городе Элис-Спринг Сухое сердце Австралии В самом центре На прикрести Четырех Ведущих Австралийских пусты Мне Австралия Очень нравится Австралия бомба Австралия бомба И главное Далеко от всего Вот этого геморроя Вот Который здесь Вот на европейско-азиатском Континенте происходит Континенты рушатся А мы здесь в разборках Микки Шим Не говори Как сказано В моем любимом фильме Тело будет предано земле А старший Мичман Будет петь Детейство Межпрочем происходит Где? В Питере Слава Все самое важное Происходит в Питере Да Там Начинается все с того Что стырили труп Посадили назад 911-ю Порш И возят с собой Чуваку Которого На правом переднем сидении Сидит Бубльтерьер Которого он хочет Сделать наколку В виде тигр Я не очень понял О чем сейчас идет речь Посмотри Кино тебе понравится Это как раз Питерское кино Такое Настоящее Питерское кино А то в Питере пить Питере пить В Питере не пить Полет фантазии Вот что там Хорошо Ладно Я тебя оставляю Рассказывать о том Как загнивает Твоя проклятая Испания Хорошо Я расскажу А я поеду Кстати Посмотрю В четверг доложите Бедный Питер Надеюсь не сломаю Там еще какую-нибудь Часть дела Питер и пищник Тебе едет Набутов Пальцы рисуй в нос больше Друзья С Витей мы прощаемся До четверга Пока ребятки Хорошего рабочего дня Оставайтесь под серебряным дождем Это мужские игры Мужские игры Доброе утро Это мужские игры Инкет Небелицкий Дарья Гордеева Витя Набутов Который вроде как Ушел А вроде как И остался Вот он тут Ручками машет Крыльями своими В Питер Собрался лететь Сейчас разбежится Размахнется И как Ух Сапсаном Туды Да Я начать сегодня хочу Со странного сообщения Газеты Нью-Йорк Таймс В общем Когда людям Вот очень Ух как он хромает Ты бедный Когда людям Очень хочется Бабушка так шутит А то есть Это он придуривается Я думал Правда хромает Да Короче вы мне оба надоели Я так скажу Да А куда тебе Относить Нет К сожалению Некуда Так вот Странную штуку Сообщил Нью-Йорк Таймс Насчет этих Эвакуируемых семей Потому что Ну мы же прекрасно Понимаем Что уехавшие 18 человек 4 числа Просто поехали Ну извините Новогодние праздники Довстречать дома Вот собственно И все Можно конечно Из этого Раздуть целую эпопею Но Если вот там Например месяц назад Очень было похоже Что Владимир Владимирович Решил Омыть сапоги В водах Днепра То вот сейчас На это как раз Совсем не похоже Давай для тех Кто к нам только что Присоединился Я расскажу Друзья Появилась публикация Действительно В газете Нью-Йорк Таймс О том что Вроде как 5 января Текущего года Россия вывезла Из Украины Членов семей Своих Дипсотрудников И вроде как По данным издания Украину На автобусах Покинули 18 человек Это в основном Пишут дети И жены российских Дипломатов Информация У Нью-Йорк Таймс От Некоего Высокопоставленного Сотрудника Высокопоставленного Сотрудника Украинских Спецслужб Который согласился Дать эту информацию На условиях Анонимности И вот как Игорь Наумов Только что рассказал В выпуске новостей Российский МИД Прокомментировал Данные об эвакуации Российских дипломатов И в сообщении Министерства Говорится одна фраза Что посольство России в Киеве Работает в штатном режиме Других никаких Комментариев Нету Да Ну в общем Короче по-моему Это какая-то Газетная утка Ну вернее как Скорее всего Кто-то что-то Действительно кому-то сказал Но во-первых На автобусах 18 человек Вот почему на автобусах На каких автобусах Автобусах Если автобусы Форт Эс Макс То тогда действительно На автобусах А так 18 человек В общем легко Поместится в один Пазик Я не знаю Есть ли в посольстве Украины В России и в Украине Пазики Но если бы они там были То вот в пазик 18 человек Влезут С большим комфортом Поэтому как-то Все это похоже на утку А вот обсудить Я хочу совершенно другое Я хочу обсудить Ситуацию в Казахстане Причем С той точки зрения Каков был механизм Замена одной елбасы Другой елбасой Механизм очень простой Сначала создается Некая Общественно Волнующая ситуация Причем она Любая может быть Общественно волнующая ситуация Там введение Куар-кодов Например Или там я не знаю Обязательно вакцинация Вот повышение цены На наиболее болезненную часть Того что потребляют Там на электричество Например Можно цены неожиданно Любая естественная монополия Запускает повышение цены Народ начинает бухтеть Выходит на улицы Дальше к этому подключаются Всякие рода организации Там от АУЕ До Я не про Россию В данном случае Абстрактная АУЕ Какой-нибудь До там я не знаю Какого-нибудь Экстремистских религиозных движений И вот эта вся конструкция Понеслась Соответственно Это можно А. спровоцировать И Б. чисто теоретически Вот этой всей ситуации Можно управлять На что кстати и похоже Потому что Вот это вот Прилетание ВОХРы Я по-другому Это назвать не могу Вот то что у нас произошло Когда мы туда На три дня слетали А потом вернулись ВОХРа по вызову такая Или там крыша по вызову Она демонстрировала Одной елбасе Другой елбасой Что типа Крыша Избрала меня Вот по-другому Я это воспринять не могу Потому что толку От этого всего летания Не было никакого И как бы Наиболее Таким Ну как бы это сказать Рельефным изображением Вот этой всей бессмысленности Было конечно Это то что 70 армянских миротворцев Взяли под контроль Алматинский рынок Вот это вот Очень смешно было Звучало Причем это не шутка Это вот оно Действительно так То есть вот Армянские миротворцы Они значит Должны были Обеспечить порядок На Алматинском рынке Я единственное Теперь сочувствую Алматинским Торговцам на этом рынке Потому что Теперь там Видимо будут Армянские торговцы Я не думаю Что они взяв Контроль рынок Отдадут его обратно Очень уж Лакомный кус Это шутка Так вот Что все это значит Для нас Для всех А для нас Для всех Это обозначает Что сейчас Начнутся проблемы У всех наших Вот этих записных Штатных Полуофициальных Организаций Которых Ни с числа Ну всякие 40 Там всякие Гвардии Прилепина То есть такие Полу-военизированные Организации Составленные Из маргинального Элемента Ты упомянул Организацию Деятельность Организацию АУЕ Я тут должна Добавить Что это Организация Экстремистской Признанной Организацией На территории России А 40 Сороков Не экстремистская Я не в курсе По-моему Пока еще нет Потому что Она правильная С точки зрения Действующей власти И вот это Ты очень точно Упомянула Это очень ненадолго Я думаю Что все Вот такого рода Организации Сейчас будут Прижимать К ногтю Потому что Оказалось Вдруг неожиданно Что Неважно Как бы В чью сторону Они топят Абсолютно Я думаю Что государство Вообще На самом деле Начнет забирать Обратно Право на насилие Которое Оно так вот Тихонько Делегировало Потому что Оказалось Что Там ведь как Это же Понятно Что спусковой Крючок Такого рода Организации Он находится В совершенно Конкретных Но ведь Дело в том Что спусковой Крючок Спусковым крючком А когда вот Эта вся история Понеслась То вот Степень этого Понеслась Оно нерегулируемо То есть Как это дальше Будет развиваться Оно развивается Стихийно И Совершенно четко Было видно Вот и по реакции Того что Происходило На то что Происходило В Казахстане И по реакции Нашей И по Наименованию Этих людей То есть Было видно Что в общем Вот этой стихийности Собственно говоря Испугались Приходит ну абстрактный С маленькой буквы Я не конкретно Просто чтобы понятно было Прилепина Говорит ребята Надо побузить Ну собственно Мы это в кинофильмах Неоднократно видели И ребята начинают бузить Ну вот Дальше она начинает Мародерствовать И остановить эту бузу Уже никакой Прилепин Не в состоянии Есть ли их Ограниченное количество То в общем Их можно остановить При помощи Милицейских дубинок Дело в том Что во всякого рода Таких организациях В том числе В экстремистской организации АУЕ Членов Этих организаций Очень много Это социально Незащищенные граждане Социально обделенные Они собственно Там поэтому и оказались Которые очень сильно Хотят себе Ну хоть какого-то Социального лифта И нашли для себя Приемлемым Вот такой Социальный лифт Соответственно Как только они Дорываются До вот Возможности Ну в их В их понимании Получить Передвижение по этажам На этом лифте А мародерство Для них в общем Ну как бы Это приобретение Неких благ Что собственно И является В данном случае Социальным лифтом То остановить Их крайне сложно Это было видно По Казахстану Никто не ожидал Что будет настолько То есть 17 милиционеров С отрезанной головой Ну их там не 17 С отрезанной головой Но убитых там По-моему 17 человек Ну как-то Никому было не надо Причем Понятно Что официальная информация Причем в том числе Транслируемая В качестве аргумента Для того Почему туда Должен быть ДКБ Нашими официальными СМИ О том что там Якобы 20 тысяч террористов При том что Арестованных 2700 человек И непонятно Куда делись Остальные 17 тысяч террористов Ну если у них там ДКБ был И милиционеры были И пограничники есть Где террорист 20 тысяч Ну Нету Ну как-то Так вот И мне кажется Что вот В дальнейшем Нас ждет Раскулачивание Вот этого рода граждан Причем активно Все и казаков Интересуются Я думаю Что всех Я думаю Что всех Это не будет Видимо Прям вот Одномоментно И вот прям Демонстративно И так далее Но Их прям Будут очень сильно Давить Не знаю Каким способом Сложно сказать Ну каким-то будут Так что вот Эпоха вот такого рода Неофициальных ЧВК А по сути Это ведь что Это неофициальная ЧВК Вообще Для чего власти Нужна ЧВК Ну почему есть Блэк Уотерс Например Ну сейчас его нету Он по-другому называется Ну был Блэк Уотерс Ну потому что Если надо решать Какую-то локальную проблему В каком-то там Я не знаю Мали допустим То Отправив туда Военнослужащих Получив назад гробы Получаешь проблемы Электоральные Очень серьезные С выборами сложно Причем Знаешь Вот можно смеяться Сколько угодно Над тем Как наша власть Там имитирует выборы И так далее Но ты обрати внимание Вот например На отмене Законопроекта В срочном порядке Объедение QR-кодов То есть Как только Они почувствовали Реальное сопротивление Общества Некому действию Мы не обсуждаем Сейчас правильно Это сопротивление Неправильно Потому что Это вообще Вне зоны обсуждения То есть Если большинство Народонаселения Активно противится Чему-то То это бессмысленно Обсуждать С точки зрения Правильно они Противятся Или неправильно Это вот Народовольцы Пусть идут в народ И им объясняют Если хотят Я в данном случае Не хочу этим заниматься Люди сами должны Разбираться И так вот Власти очень сильно Испугались И тут же отменили При том что Это на самом деле Не просто же Инициатива Каких-то людей В думе Это же на самом деле Поручение Владимира Владимировича Путина Которое он Извини меня Взял И лично же У себя же Отменил Не вводя Это ничего Что вообще-то Смешно выглядит Потому что Ну как бы У нас же есть Разные способы Введения Ограничения Или послабления Да Это могут быть Там Совсем снизу Да Когда какой-нибудь Там я не знаю Депутат Вологодской области Обращается о том Что надо запретить Оперу Иисус Христос Суперсвезда Например Могут быть горизонтальные Это когда вдруг Возникает какой-нибудь Единоросс Который выходит С некой инициативой Потому что Когда с ней выходит Какой-нибудь ЛДПР Или там Справедливая Россия Понятно что это клоунада Ну потому что они там все Вот вот эта вся публика Это просто сплошные клоуны Массовка Поэтому Тут их вообще В серьезе воспринимать Не надо Вот если единоросс Какой-нибудь выходит Он же однопартийная Реальная система То вот это вот Горизонтальная Как бы инициатива Есть еще инициатива Только я хочу напомнить Прости что я перебиваю тебя Я хочу друзья Уточнить один важный момент Что законопроект Он не законопроект О QR кодах Он не то чтобы отменен Он снят Его отложили Он снят с повестки Отложен И перед этим Отправлен на пересмотр Да Ну то есть это обозначает Что он в общем В подвешенном состоянии Будет находиться Его могут ввести Могут не ввести Но в данный момент Власть дала С хрустом Включила заднюю передачу И как бы дала задний ход Вот При том что Инициативой этого Законопроекта Инициатором Был ну собственно Тот чьи законопроекты У нас проходят всегда То есть Владимир Владимирович Путин Он что не сказал То и делает Ну мы прекрасно знаем Это что если законопроект Поступил оттуда Что все Дальше бессмысленно обсуждать Надо просто сидеть и ждать Как он Даже ждать особо не надо Очень быстро Обычно происходит Месяц он будет принят Да и опубликован Вот В данном случае этого не произошло То есть соответственно Как бы реакции Социумы Власти боятся И соответственно Электоральные реакции Они боятся Поэтому как бы К чему я с этому Я что-то потерялся В собственной мысли Да уж я в ней точно Не найдусь Никита Если это твоя мысль Ты у нас самый системный Человек на свете Должна найтись Серьез ли Да Мы говорили про влияние Гражданского общества Что сейчас Гражданское общество Вот так вот себя повело Они почувствовали Реакцию Все-все-все-все Понял Нет я что-то могу Ребята Та же Конечно могу Та же самая ситуация С гробами То есть как только Начинаются гробы Военнослужащих Начинается реакция Гражданского общества На которую реагирует Собственно любая власть Потому что Ни одна власть Кстати это одна из причин По которой я абсолютно убежден Что в случае начала Военных действий На Украине Все это локализуется Каким-то Донбассом И все этим Ну и в лучшем случае Попытками прорубить дырку До Приднестровья Никто целиком Украину оккупировать Не будет Потому что Это очень большое Сопротивление Власти и общества А для Смирения Вот этой самой Вот этого самого Общества Требуется прямо Очень много усилий Их настолько много Требуется Что их никто не потянет И в том числе Российская армия Тоже Ну Оккупационной администрации Это прямо Было бы слишком Да Так вот Для этого и создаются ЧВК Потому что Когда начинаются Трупы ЧВК Ну кто-то куда-то поехал Там что-то Сам какую-то Наемническую деятельность Вел И вот собственно Вот у него так получилось Это собственно Мы и видели Когда ЧВК Вагнер Решила немножко Что оно круче Чем есть На самом деле Им вложили Американцы так Что им мало Не показалось Там чуть ли не Всю эту ЧВК И перебили Ну потому что С регулярной армии Американская армия Регулярная Группа хулиганья Которым вы для Калашникова Воевать не могет С регулярной армии Могет воевать Только регулярная армия Наша регулярная армия В этим В великой битве Участия не принимала Поэтому как бы Ну и соответственно ЧВК и наложили По полной программе Собственно говоря Все эти 40-40 Там Гвардия Прилепина Экстремистская Въявленная экстремистская Организация АОЕ и так далее Это все Некие разновидности Внутренних ЧВК То есть это Некие Военизированные Структуры Военизированные Не в смысле того Что у них есть Чем воевать А в смысле Ментальности В смысле Идеологии Которые Сами по себе Существовать Понятное дело Не могут Потому что Для их существования Нужны деньги Которые кем-то Финансируются Этот кто-то Может быть Олигархические Какие-то структуры Могут быть Криминальные Структуры В меньшей степени Потому что На самом деле Криминальные структуры Сами по себе Являются ЧВК И вот мы видим Что там Последние Примерно полгода Собственно говоря Идет такая Серьезная борьба С Давным-давно Сложившейся Криминальной структурой Под названием Вора в законе Ну то есть Это такая Основополагающая Система Которая поддерживала Порядок Внутри Криминальной Иерархии страны И вот за нее взялись Ну не знаю Чем это все закончится Потому что это не первый случай Когда за нее взялись Но тем не менее взялись Так вот Все вот такого рода Организации Они должны кем-то Финансироваться Они сами себе Существовать не могут То есть Кто-то должен Оплачивать им Там я не знаю Офисы Бумажки Которые они делают Там людей Функционирующих Но это в общем Довольно дорого Соответственно Что получается Получается Демонополизация Лицензии На применение насилия То есть Грубо говоря В нормальном государстве Лицензии на применение Насилия Есть только у государства Больше ни у кого Вот мы все договорились Как граждане этого государства И делегировали Эту возможность Ну неким структурам Там я не знаю Минюсту Там Министерство внутренних дел Всякого рода Там ФСБ Ну и так далее И вот они имеют Право это насилие Применять В том случае Когда находят Нужным А соответственно Они контролируются Уже вот Политической верхушкой И в меньшей Или в большей степени В меньшей степени Это все контролировалось При советской власти Более-более Самостоятельной Более структуры В большей степени Сейчас Но тем не менее И в какой-то момент Вот Немножко дали слабину И это все Расползлось Расползлось не только у нас А во всех Странах бывшего союза Ну за исключением Разве что Туркмении Там совсем уж все Монополизировано И в общем Власть к этому Относилась Ну так Типа Ну ничего Мы все контролируем На самом деле Ничего конечно Они там не контролируют Что и показал Казахстан То есть это понеслось Само собой Остановить это пришлось Большими усилиями И с большими Потерями Для Электората Вернее для Электоральной активности Дальнейшей Того елбасы Которая на сегодняшний день Остается у власти Потому что у него будут Большие проблемы на выборах И он это прекрасно понимает То есть он свои проблемы Просто отложил В данный момент Можно правда Посмотреть Что будет в Белоруссии Потому что Белоруссия Вот тоже Лукашенко поимел Большие проблемы на выборах И он Их не отложил А он на них положил Причем с прибором На эти проблемы Насколько долго он просидит И скажет нам С вами всем Дружно О том Каков дальнейший будет Путь наших властей Потому что Ситуация с преемником Из Елбасой Которая Остается Елбасой Над младшей Елбасой Она не прокатила А совершенно явно Это очень четко Стало понятно Да это стало понятно Значит соответственно Теперь будут смотреть Другую ситуацию А если елбаса Никуда не уходит А сидит Вне зависимости Ни от чего Это вот Лукашенко Это вот пожалуйста Вам теория простых моделей Которую я так люблю Когда нельзя Комплексно понять Событие Нужно упростить модель И на простой модели Посмотреть принцип развития Этого события Тогда будет понятно Что будет дальше происходить Ну вот Собственно мы сейчас видим Крах Идеи Преемственности власти Да и одновременно С этим наблюдаем Вот прям вот Вон лавим В развитии А что будет Если власть Вообще никому не передавать И законсервировать Ее полностью Ну все равно В конечном итоге Взорвется Потому что человек Не вечен А такого рода Абсолютистские системы Они предполагают Все завязанное На одного человека Но с другой стороны Мы прекрасно понимаем Что вот В современном развитии Печатного дела Никакой проблемы Вообще никому не сообщать О том что Тот кто сидит На должности помер Ну что Двойников у нас нет Технологии дипфейк Технологии Совершенствуются То есть на самом деле Можно Но тогда Тогда нужно предположить Что есть некто Концентрировал В своих руках За спиной Главного елбасы Настолько высокую Полноту власти Что когда елбаса помер То можно вместо Этой самой елбасы Елбасу Изображать Сложно себе Это представить Потому что Там есть другие Некто Которые тоже Себе хотят Майки кусочек власти И которые будут Говорить Минуточку Елбаса наша Царь то Ненастоящий Да царь лже Дмитрий Друзья Никита Неболицкий Мужские игры Я напомню Что ваши комментарии Вы можете присылать На смс портал Ватсап и вайбер По одному номеру Плюс 7903 7976333 Также не забывайте Про видеотрансляцию На канале Серебряного дождя В YouTube Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok